Самое, наверное, известное женское лицо, да, полотно, это Монолиза. У женщин много разных методов, чтобы покорить сердца избранников, и дверь открыть полуодетую, и принести на службу дранников, и невзначай блистнуть цитату из книги, и вчера начитали, и быть такой во всем крылатой, ухоженной, благовоспитанной. Смотреть хоккей, футбол и новости, забыть, как пылесос включается. У женщин много разных тонкостей, тут важно рано не отчаяться. Не стоит мучить их капризами, пили сварливую старуху, меня зовешь, что Монолиза, Джакондуева, когда не в длину. Не верим в салатую рыбку я, сбежать ты даже не пытаешься. Я изведу тебя улыбкой, о чем ты во веке догадаешься. Алёнушка Васнецова. На картине Васнецова Алёнушка смотрится в руки, да? У меня Алёнушка современная сидит у компьютера. Алёнушка сидит у монитора. И не отрывно в гладь его глядит, но интернета широки просторы. А принц на белой кляче не спешит. Все чаще попадаются ищи, то соловей-разбойник, то пират. Алёнушка сидит, заныла шея. Вернуть бы хоть козленочка назад. А женихи распахивают душу. Уж ночь давно, ей все не уснуть. Клянет тот день, когда подруг послушала. На сайт знакомств решила заглянуть. Ну и, конечно, куда же без Даная. Да, в зиме немножко Даная. Вот, Даная работа, конечно. Как трудно в наше время быть Данайей. А раньше что? Лежи себе, лежи. Теперь на службу по утрам нестись должна я. В метро с толпою делать виражи. Работа, дети, муж, сгорка, кошка. Когда лежать сплошная суета. Даная я завидую немножко. Лежи себе. А может быть проста? Быть может поясницу прихватила? Да что гадать? Я так себе скажу. Сегодня я Данайей быть решила. Пусть пыль лежит. Я тоже полежу. Ну вот я сегодня хотела вам показать разные грани творчества. На самом деле, как серьезных тем можно касаться, так и не очень серьезных. Главное делать это с любовью, от всей души. И, конечно, люди творческие должны в первую очередь делиться светом. Светом своего сердца, светом своей души. Для того, чтобы сделать этот мир чуть-чуть лучше. Если знаешь свою дорогу, нужно просто по ней идти. Пусть не сразу, но понемногу просветлее в конце пути. Если рядом с тобой люди, что поверили в тронный час, значит, в мире светлее будет. Этот свет в каждом из вас. Если чувствуешь его силу, отдавай. Сил прибудет вновь. Как бы больно судьба не била, есть спасение одно — любовь. Этот путь со времен атлантов. И его надежнее нет. Быть поэтом и музыкантом — это значит вести свой свет. Пойми, препятствий в жизни нет, да будет свет. Художник ты или поэт, да будет свет. Темного круга, твой и бед, да будет свет. Да будет свет. Да будет свет. Спасибо вам большое. Я думаю, у всех еще не видел такого плекарства, но мы старались быть честными. Арсен Костанян, Ольга Риот, все мои прекрасные артисты. Мы старались сегодня для вас делать две шахтёпы перед любовью. Касия Большая. Набись просит. Набись. Вот Набись, знаете, что я хочу прочитать? Сегодня в зале присутствует много моих коллег, исполнителей и музыкантов. Но есть один человек, которого я вижу сегодня первый раз. Это замечательный петербургский композитор Евгений Рушанский. Будьте добры, покажите староту. Это счастливый композитор, потому что у него очень много заслуг в российской культуре. И мы с ним только-только пробуем начать сотрудничать. Я надеюсь, что будет у нас много впереди замечательных произведений. Я знаю, что Евгений Рушанский много пишет для детей. И раз попросили на песню, когда я прочитаю детское стихотворение, может быть, из него тоже когда-нибудь получится песня. Сказка о дружбе Жил бы был один щенок, с карими глазами. За игрушкой бегать мог целыми часами. Он в припрыжку за мечом, кувырком с матрешкой. У него была еще и подружка, кошка. Эта кошечка была разноцветной масти. Сыр таскалась из стола, полбасу и сласти. Угощала ей дружка, лапой сбросив крошки. Не дорос еще пока прыгать выше кошки. Как-то раз они вдвоем весь перевернули дом. И всего-то полчаса на такие чудеса. Вазы, шапки и картины оказались на полу, а обрызанный ботинок пригорелся в углу. Растерзали две подушки, чай разлили на столе. Очень слабые зелёжки, замечательные яны. Я не знаю, почему же люди часто говорят, что коты и псы не дружат. Дружат, но не все подряд. Сказка это или нет, сами разберите. А не верите, ко мне в гости приедите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты